Дыры снова зазияли в витринах Брюсселя. Очередные массовые беспорядки, как результат массовые аресты. Кто и почему крушил африканский квартал города, знает Елена Абрамович. Всё начиналось как мирная демонстрация. Десятки людей с плакатами вышли на площадь в африканском районе Брюсселя с требованием отреагировать на факты рабства в Ливии. Поводом стал документальный фильм-расследование американского канала CNN. Журналисты раскрыли рабовладельческие сети. Возмущённые люди недели ранее провели демонстрации в Париже. Французский президент Эммануэль Макрон призвал ввести санкции против работорговцев. И вот теперь митинг в Брюсселе. Мы сегодня вышли с африканской молодёжью, чтобы защитить наших братьев в Ливии. И не собираемся просто ждать. Мы боремся за их свободу. Людей продают в рабство. На это нельзя закрывать глаза. Мы требуем уважения к людям, уважения к чёрным, жителям Африки и людям в целом. Митинг длился недолго. Внезапно в толпу влились около 30 молодых людей, которые начали крушить всё вокруг. Пострадали несколько магазинов и офисных зданий. Нападали и на прохожих. На видео с камер наблюдения видно, как группа молодых людей набросилась на пару, стоявшую возле машины. Позже полиция установила. Большинство агрессоров – юноши в возрасте 15-18 лет. На самом деле это молодые люди, которые пользуются случаем. Во время массовых скоплений людей, митингов, не имея к ним отношения, они просто устраивают погромы и грабежи. Водомёт, вертолёт, десятки арестов и порядок в бельгийской столице восстановлен. Но надолго ли? Только за последние две недели. Это уже третий случай, когда полиции приходится разгонять молодёжь на улице. Ранее погромами закончилась встреча юного блогера со своими поклонниками на одной из площадей города. До этого драки устроили футбольные фанаты. После победы – сборная Марокко. Чтобы оперативно реагировать на такие ситуации, местные власти увеличили количество полицейских на улицах. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова